добрый день добрый день слышными да хорошо давайте тогда начнем занятие что мы должны сделать у нас в начале идет сегодня групповой проект второй этап давайте попробуем с него начать далее у нас до 20 значит у нас все поскольку зачет все зачетные активности должны быть сделаны до 20 поэтому укладывайтесь но есть кто-нибудь у нас кто готов выступать уже давайте наверное с нас начнем да давайте еще не слышно да слышно слышно сейчас расчет товарища включить презентацию твиттер печь можно играть могу к сожалению для того чтобы жарнуть этот экран сейчас сейчас я выявил как это до борщу будет до выступать выступать будет швец просто презентации с моего экрана быть но еще что-то точно да так давайте презентация запустилась а что-то значит этап 2 3 у нас второй этап просто мы в прошлый раз обсуждали что скорее всего будут у вас уже той сроки по третьему этапу значит отдельно по второму этапу презентация отдельно по третьему не надо смешивать просто покажем блок да и разделить и потом вывесить презентации отдельно 2 3 пожалуйста смешивать так но я начну наверно для лишь для решения поставленной ранее проблемы мы определили математическую модель которая будет представлять общий вид решения наши проблемы и в нашем случае будет 7 лицальных уравнений первого порядка теперь нам необходимо выбрать или создать алгоритм для решения вышеписанной модели существуют алгебраические численные методы решения систем диффу равнений но так как наш алгоритм должен быть реализован программ на то использование понятных нам алгебраических методов будет не оптимально потому что нам надо будет это все реализовать программ на все вот поэтому мы воспользуемся численными методами существует два известных численных метода для решения систем диффу равнений это метод эйлера и метод рунгеркута давайте рассмотрим их отдельно начнем с метода эйлера допустим у нас есть система диффу равнений вот где и принимается значение от 1 до n их независимый аргумент и и реки то зависимая от аргумента функция и следует число не черточка над над буквой черточка что означает сверху это вектор у вас вот тут yg плюс 1 без черточки yg с черточкой черточка что означает я просто не всем понимаю ваше обозначение поэтому извините переспрашиваю извиняюсь это ошибка во время составления через латекс уравнения там надо играть один не вы почему-то не вылезает ни в какую знак вектора поэтому вот развивается вектор это вектор а индекс тогда к чему относится индекс сейчас дальше будет объяснено там это рассказывает нет вы знаете вектор обозначается либо абстрактно то есть он обозначается без индексов и тогда над ним ставится знак вектора либо он обозначается с помощью индексов а смешивать то и другой и тогда у вас получается что справа у вас вектора а слева скаляр да нет сейчас объясню это вот слева у нас просто вот не прогружается почему-то левая палочка вектор значение вектора а индексы подразумевают шаги то есть шага пошаговое применение метода хорошо так дальше следует циклического метода элера надо будет выделить необходимые начальные условия где y и ты при x равно x нулевому равно игрек это нулевое вот далее мы будем повторять циклические действия где y и ты плюс 1 равно игрек это плюс h на f от x это y от 0 до этого вот где и номер итерации а h это размер шага функция результате мы сможем получить решение каждой независимой функции далее можно будет рассмотреть график зависимости ошибок от шага на примере так вот он да и здесь у нас y это ошибка и злина шага вот далее метод рунге кута второго порядка надо будет отметить что метод элера является частным случаем метода рунге кута то есть но метод метод элера это метод рунге кута первого порядка и аналогично ему можно будет построить алгоритм численного решения системы и дифф уравнений методом рунге кута второго порядка можно всем показать метод рунге кута второго порядка это тот же метод первого порядка но на половине шага происходит нахождение первичного решения то есть можно будет наблюдать его как последняя слагаемая правой части уравнения затем будет происходить его уточнение это позволит поднять порядок скорость исходимости до 2 далее можно будет рассмотреть график зависимости ошибки от шага на примере того же самого уравнения у игрек штрих равных на игрек вот можно будет увидеть что изначально ошибка стала ниже ну вот что уже как бы дает нам преимущество перед методом элера ну или методом первого порядка вот далее метод рунге кута четвертого порядка данный метод будет отличаться только на количество делений наших шагов но будет заметен результат этого дробления в дальнейшем очень сильного метод рунге кута четвертого порядка считается сам распространенным тем не менее работает он аналогично второму и третьему да можно будет на графике на графике вот увидите что размерность ошибки стала очень мала вот и что из всего этого следует можно сказать что затраты по времени практически одинаковые на программном уровне так как сложность алгоритмов всегда будет одинаковым плюс минус но самым оптимальным вариантом будет выбор метода рунге кута четвертого порядка то есть ну потому что погрешность будет максимально мала и то есть величина ошибки тоже будет уменьшаться наше расследование будет это максимально эффективно для реализации приближенной к реальности экономической модели конкуренции двух фирм вот ну и там моя часть закончена я хотел бы передать слово моим товарищам нет сервис у нас только второй часть хорошо спасибо спасибо значит но недостатки презентации следующие очень много нагромождено вот на этом слайде уложилось несколько слайдов и это не очень удобно накладываются слайды друг на друга когда есть раз какая-то аддитивная информация дополняющая предыдущие а у вас информация полз заменяющая другая другую нужно было просто отдельные слайды сделать как работают алгоритмы непонятно у вас как вы считаете ошибку непонятно что из этой ошибки следует тоже не совсем понятно то есть что-то вот есть но очень мутно очень мутно да спасибо спасибо перейдем к следующему выступлению кто следующий у нас здравствуйте можно мы давайте такой проект 4 4 проект у нас только презентацию будет показать один человек рассказывать другой а кого еще подсоединить презентацию на ливайка сергей нулево и когда скажите пожалуйста презентацию да да так все на весь экран и и пустите здравствуйте меня зовут логинов сергей сегодня расскажу вам об алгоритмах которые используются в нашей модели нашей задачи ну для начала придем общие сведения первое что рассматривается это жесткая модель у который есть два начальных состояния это стационарное состояние а на рисунке находится в точке а она обозначает отсутствие колебаний и стабильное поведение модели численность популяции в таком состоянии не меняется при любом отклонении наступает состояние b состояние b это состояние меньше отклонения от стационарного она подразумевает наличие некоторых изменяющихся внешних факторов которые влияют на состояние нашей модели в принципе в таком случае цикл совершает колебания вокруг стационарной точки можно переключать слайд при малых изменениях модели происходят следующие вещи описаны уравнениями где x это число жертв и крик число хищников а коэффициент естественно смертности хищников б коэффициент естественного прироста жертв c коэффициент увеличения числа хищников д коэффициент смертности жертв отличие от прошлого этапа заключается в том что мы прибавляем к правым частям маленькие члены которые учитывают допустим конкуренцию за пищу или хищников за жертв а таким образом получается мягкая модель которая в зависимости от этих маленьких членов может быть трех видов которые представлены здесь нужно будет с ними ознакомиться и выбрать тот который подходит под нашу задачу в первом случае состояние системы а устойчиво на рисунке 1 и при любых других начальных условиях она установит именно это состояние на втором случае на центральном рисунке состояние системы неустойчивая популяция в таком случае то сокращается до почти что нулевых значений то очень сильно переполняется считаю что это самая неподходящая модель для нашей задачи и третий рисунок справа здесь течение времени устанавливается периодический режим ну который не зависит от начального условия дополнительные факторы при этом влияют на формирование моделя но в итоге она все равно придет к периодическому виду я считаю что именно этот вариант лучше всего подходит для нашей задачи ну и вывод что жесткая модель всегда надлежит исследовать на структурную устойчивость полученных при ее изучении результатов по отношению к малым изменениям моделя ведущим ее мягкой следовательно можно переключать слайд у нас задача про зайцев и волков условия в лесу проживает x волков и y зайцев по качеству зайцев для прокормки всех волков достаточно количество волков увеличивается до тех пор пока зайцев не перестает хватать в таком случае увеличивается число зайцев а волки умирают далее все начинается заново устанавливается периодично с учетом различных факторов от погоды до болезни в особях в итоге все приходит периодичным состоянием как и в третьем случае далее на следующем слайде вот представлена блок схема позволяющая решать данную задачу блок схема конечно можно сказать немного примитивная потому что дополнительные факторы в нее не подведены но все же а общий вид у нее в принципе будет такой и если учитывать что популяции будут существовать постоянно то наша задача в принципе это бесконечный цикл вот на этом все это конечно хорошо алгоритм это где алгоритм ну вот под конец ну и в принципе не было под конец алгоритмов не было то есть вы опять же простись по модели что-то там про жесткую мягкую модель что такое я не знаю жесткая мягкая модель честно значит и алгоритм это пшик нету как это можно воспринимать без алгоритмов то мы же обсуждали вы сказали что вам недели нужно чтобы алгоритмов добавить алгоритмов нет ну хорошо давайте следующие выступающие так кто будет следующий есть следующий нет есть так кто-то дарья алексеевна да можете спасибо большое секунду подождите пожалуйста давайте я расскажу я включу демонстрацию крана и такой проект у нас проект номер 6 про эффективность реклама соответственно наш проект называется эффективность рекламы мы рассматриваем скажем так график зависимости ну по итогу у нас должен получиться график зависимости в принципе эффективности скорости распространения рекламы от определенных показателей и на втором этапе в принципе как выглядит наша модель модель рекламной кампании выглядит точнее зависим скорость распространения вот на скажем так задается выражением которое вы видите на рекламе на слайде соответственно есть два варианта развития событий из чего в принципе складывается скажем так данная модель вот это соответственно модель мальтуса и скажем так логистическая кривая соответственно есть у нас два скажем так фактора которые влияют на модель первый фактор это скажем так если коэффициент а1 он гораздо больше чем коэффициент а2 коэффициент а1 и коэффициент а2 отвечают во первых первый коэффициент отвечает за в принципе эффективность самой рекламной кампании которую проводят предприятия скажем так а коэффициент а2 отвечает за так называемый сарафан и радио и как вы можете видеть на слайде если коэффициент а1 гораздо больше чем коэффициент а2 то у нас получается модель типа мальтуса ну соответственно так как коэффициент а1 много больше если же мы берем наоборот то мы получаем уравнение логистической кривой вот что является ну как бы вторым случае в нашей модели далее на этом этапе нам нужно было в принципе разработать скажем так алгоритм решения задачи вот как ребята уже говорили из седьмого проекта да там действительно есть несколько самих алгоритмов решения да ну вот дело в том что эти алгоритмы они проверяются на практике и нашей команды было решено что на третьем этапе мы напишем несколько кодов несколько видов кода для реализации нескольких алгоритмов чтобы потом при сравнении получить те тот алгоритм да который в принципе будет подходить именно нашей задачи больше всего со всеми вытекающими следствиями но само в принципе саму решение задачи вы можете видеть на экране это блок схема которая описывает шаги решения полностью нашей задачи вот соответственно у нас есть вот в принципе всех неизвестных данных которые нужны для решения задачи каши в принципе для реализации решения данного дифференциального уравнения и дальше мы выбираем мы смотрим рассматриваем коэффициент 1 как 2 как линейный зависимый или как константы вот и от этого зависит в принципе все наши решения далее у нас представлено решение дифференциального уравнения в общем виде вот и соответственно так как тут два варианта то она сначала как бы решение идет разное да потом у нас соответственно мы можем все привести к решению просто а к основному решение вот именно одного интеграла само решение в принципе можете видеть на экране вот и соответственно потом это все сводится к именно решение задачи каши с теми коэффициентами которые нам даны ну и построением дальнейшем графика функций вот это в принципе хорошо а что такое задача каши а задача каши а это так называемая задача скажем так решение дифференциального уравнения да мы можем его решить в общем виде с неопределенным коэффициентом назовем его c вот а можем решить с частным случаем так как в начале нашей задачи мы вводим коэффициенты то есть n нулевое x нулевое мы в прошлом представление прошлого этапа говорили что это начальные коэффициенты да то есть n нулевое это то сколько людей изначально знает о товаре а x нулевое это вот начальный момент времени соответственно вот и так как мы вводим эти коэффициенты мы мы считаем это как частный случай решения нашего дифференциального уравнения вот и при решении задача каши учитываются эти коэффициенты эти значения и мы можем получить тот график функции который нам в принципе нужен много было сказано но вот слишком много но и не всем понятно то есть задача каши у нас что задает это задача на что в плане еще раз но когда мы решаем дифференциальное уравнение мы задаем для них какие условия начальные или краевые да в данном случае у нас начальные условия и задача каши это задание начальных условий зада задание чего конкретно она хорошо спасибо очень интересно кто у нас следующий третий проект будет кто-нибудь выступать или опять никого нету хорошо значит третье про можно попросить перенести его нет но просто в то еще написано было 13 и мы подумали на следующей неделе так сейчас вот я смотрю ту из групповой проект этап 2 у нас сейчас этап 2 у нас не было ни первого этапа не второго этапа но значит а третий этап будет когда он третий этап то все значит с проектами у нас понятно есть ли доклады кто-нибудь решился делать доклад или доклада у нас никто делать не будет можно доклад да сейчас это кто у нас наливайка сергей всем добрый день я наливайка сергей и тема моего доклада это языки разметки для начала я веду определение что такое языки разметки и язык разметки это набор символов или последовательности символов вставляемых в текст для передачи информации о его выводе или строение текстовый документ написан с использованием языка разметки содержит не только сам текст но и дополнительную информацию о различных его участках например указание на заголовке выделение выделение списки и так далее более сложных ситуациях язык разметки позволяет вставлять в документ интерактивные элементы и содержание других документов термин разметка пришел в компьютерный мир из полиграфической промышленности печатный текст помечался редактором традиционно синим или красным цветом что отличало текст аннотации от основного текста сейчас же разметка нацелена на программное обеспечение она сообщает программе каким образом отображать документ или фрагмент текста настоящее время существует большое количество языков разметки которые используются для различных целей такие как html markdown xml xhtml тех вики markup svg и так далее история создания языков разметки идея использовать языки разметки в компьютерной обработке текстов вероятнее всего было была впервые обнародована вильямом таниклифом на конференции в 1967 году сам он именовал свое предложение универсальным кодированием то есть что что с английского generic coding в 1970-е годы таниклиф руководил разработкой стандарта ген-код для издательской индустрии и позже занял пост руководителя одного из комитетов международной организации постиндертизации то есть iso создавшего html первый описательный язык разметки тем не менее в настоящее время так сказать отцом языков разметки обычно называют исследователя ibm чарльза голдфорба основная основная концепция появилась у него в 1969 году при работе над примитивной системой управления документами предназначенная для адвокатских контор в том же году он принял участие в создании языка ibm gml который был впервые представлен в 1973 году в 1975 году голдфорб переехал в кембридж массачусетс в кремниевую долину где стал разработчиком исследовательского центра ibm там он в 1978 году убедил руководство ibm использовать gml в коммерческих целях составе разработанного компанией средства форматирования документов после чего gml несколько лет широко использовался в бизнесе некоторые ранние реализации компьютерных языков разметки можно обнаружить в типографских утилитах unix таких как трофф или n-рофф они позволяют вставлять команды форматирования в текст документы для его форма формирования согласно требованиям редактором так типы разметок которые существуют на сегодняшний день презентационная разметка эта разметка которая определяет представление текста но не влияет на его структуру то есть примеры это курсивный текст выделение жирным текстом или перенос карет на перенос строки процедурная разметка представляет текст предоставляет текстовому процессору инструкция по обработке текстом процедурная разметка должна выполняться пока процессор рассматривает текст процедурная разметка создана для систем обработки документов таких как трофф постскрипт или тех описательная разметка помечает различные части документа они дают инструкции о том как отображать текст Обязательная разметка также хорошо известна под названием семантическая разметка. И здесь у меня примеры из HTML, это form, table, head и так далее. Далее у меня идут примеры по языкам разметки, но я думаю тех я не буду касаться и Markdown, потому что есть доклады на эту тему, я просто покажу примеры кода из тех. И пример вывода этого кода. И пойду сразу по языкам, таким как HTML, XML и XHTML. Пример HTML. HTML это стандартизованный язык разметки документа во всемирной паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML. Язык HTML интерпретируется браузерами. Полученные в результате интерпретации форматированный текст отображаются на экране монитора компьютера или мобильного устройства. Здесь я привожу пример кода HTML и вывод его в браузере. XML. XML это расширяемый язык разметки. Рекомендован консорциумом всемирной паутины. Спецификация XML описывает XML документы и частично описывает поведение XML процессоров. XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки документов программами и одновременно удобный для чтения и создания документов человеком, с подчеркиванием нацеленности на использование в интернете. Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах. Разработчик волен создавать разметку в соответствии с потребностями конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка. Здесь я привожу пример XML кода. Переходим к следующему языку. Это XHTML. Начиная с января 2000 года все рекомендации для WCCC, извините, 3WC был основан на XML в большей степени, чем на SHGML. Была предложена аббревиатура XHTML. Спецификации языка требовали, чтобы XHTML документы были оформлены как XML документы. Это позволяло использовать XHTML для более четких и точных документов, используя теги от HTML. Одно из самых достойных внимания различий между HTML и XHTML, это правило, огласящее, что все теги должны быть закрытыми. Пустые теги, например, BR, то есть перевод в строке, должны быть оба закрыты стандартным закрывающим тегом или специальной записью. Так, здесь я привожу пример XHTML-кода, его вывод. Markdown расскажет после меня докладчики. Здесь я привожу источники, которыми я пользовался при составлении доклада. На этом у меня все, спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Давайте обсудим доклад, презентацию. Есть ли у кого-то вопрос, есть какие-то замечания? Есть замечания с презентацией. Скажем так, на будущее. В начале презентации у вас было очень много текста, которые вы фактически зачитывали. Крайне не рекомендуется это делать. Если у вас какие-то исторические вехи, то достаточно, допустим, вы приводите фотографию, и сбоку вы по годам просто тезисно приводите, что в этот год было. Понятно? Спасибо. Дальше, по коду. Вторая часть презентации, которая у вас начиналась с седьмого слайда, уже в более-менее приличном виде, когда у вас были примеры конкретные на слайде, а вы слова произносили, в общем-то, почти самостоятельно, почти не читали. Вот это хорошо. Единственное, что когда вы приводите элементы кода, нужно делать крупнее, поскольку у вас там текстовая идет информация, то нужно ее делать крупнее, мелковато для тех, кто смотрит вашу презентацию. И последнее. У вас список источников, пожалуйста, откройте его. Приведение в источниках только ссылок без пояснения, что это такое, вообще говоря, очень нехорошо. То есть вы вначале должны были написать, допустим, вот у вас по четвертой снизу по XML пишется обычно статья по XML в Википедии, и дальше вы даете эту ссылку. Если у вас не электронный материал какой-то, не сайт, тогда вы даете полные выходные данные. Допустим, если это какая-то книга по алгоритму, там, не знаю, Филиппов, задачник по решению дифференциальных уравнений, издательство такое-то, год такой-то. Это если книжка. В вашем случае у вас все электронные материалы, соответственно, вам нужно вначале дать описание, что это такое. То есть статья по XML, красая черта в Википедии. Дальше через стире идет уже ссылка на этот материал. Понятно? Да, хорошо, спасибо. Я понял. Да, пожалуйста. Все, замечаний больше нет. Спасибо большое за такие развернутые и точные замечания. И в конце лучше вместо «спасибо за внимание», которое не несет никакую информацию, дать основные выводы по слайдам. Да, это в целом замечание, извините, что перебиваю. Когда вы даете презентацию, то последний слайд, да, в каких-то компаниях делают, спасибо за внимание, говорящий о том, что закончена презентация. Но в научной сфере рекомендуется заканчивать презентацию слайдом, на котором сделано либо заключение по всему материалу, который был рассказан, либо выводы, опять же, по тем моментам, которые вы рассматривали в течение всей презентации. То есть вы как бы возвращаете внимание слушающего вас человека к той тематике, которую вы рассказываете. Потому что когда человек рассказывает, а другие его слушают, внимание может быть утеряно в ходе вашего рассказа. Понятно? То есть в конце просто вместо «спасибо за внимание» краткий вывод по теме. Да, то есть рассмотрено то-то, получено то-то. Если у вас решение какой-то задачи, и вы по нему делаете вывод, то вы приводите этот вывод. То есть, допустим, у вас там был какой-то график, вы бы проводили какое-то сравнение, допустим, чего-то с чем-то, ну, в вашем случае это языки, то логичным было бы сделать вывод, что в докладе рассмотрено языки, там, XML, Markdown, тех, можно сделать вывод, что вот эти языки лучше применять вот здесь, вот эти языки лучше применять вот здесь. Ну, например. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста, я понял. Большое спасибо. Спасибо за презентацию. Есть ли еще желающие выступить? Нету желающих выступить. Ну, дело в том, что осталось-то у нас два занятия, и может не хватить времени на ваши глубокие выступления. Большое спасибо. Я имею в виду, что второе занятие уже будет зачетным занятием. Ну, да, оно уже будет финальным, да, финальным заключительным занятием. Так что большое спасибо. Есть ли у вас вопросы по выполнению персонального проекта? Да, у меня еще Дмитрий Сергеевич вопрос. Да, да, давайте. То, что вы нам показывали на прошлом занятии, это и все, что надо делать по проекту индивидуальному. Значит, так, давайте. Вам на третьем этапе нужно было сделать проект на ссылку на проект, в проект внести, это на групповой проект, туда внести слайды, которые должны, соответственно, отображаться в виде HTML. И если у вас есть публикации, то добавить публикации. И у вас, наверное, нет публикации, мне так кажется. Вот почему я и задаю вопрос насчет публикации, там указано, публикация у нас нет публикации. Ну, если нет публикации, то сложно добавить то, чего нету. Если есть публикации, то тогда они добавляются. Все, вот так вот. Еще вопросы? По поводу четвертого этапа. Я правильно понимаю, что нам нужно будет соединить все три этапа и сделать общий вывод? Значит, четвертый этап индивидуального проекта. Нет, индивидуального, группового. А, группового, в групповом проекте вы соединяете все этапы вместе, плюс какие-то выводы, то есть вы решили уравнение, у вас получились графики, вы их представляете в конце. То есть у вас должна быть более-менее краткое, финальное выступление, как будто вы выступаете на защите диплома или диссертации. Продаете свой продукт. Отлично, спасибо большое. Хорошо. Все, тогда до свидания. Доделывайте. Надеюсь, что на следующий раз будет больше желающих выступить. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok